Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти канал снова! Я наконец-то все-таки решилась снять видео, потому что в последнее время я читала новости и вы знаете, когда ты читаешь много новостей, просто какая-то депрессия на тебя нападает. Получается, снимая это видео, я просто хочу немножко разрядиться, потому что столько всего сейчас ужасного происходит в мире, поэтому да, давайте просто начнем. В этом видео я покажу вам свою маленькую посылку из Sephora, которую я заказала именно из-за солнцезащитного крема, который вышел от Glow Recipe, и также гвоздем этой программы является Glam Bag X, это бьюти-бокс, который выходит каждые три месяца, и этот бьюти-бокс, он курируется различными селебрити. Если вы помните, в прошлых видео я открывала бьюти-бокс, который был курирован в Худе Бьюти, этот бьюти-бокс курирован Эдисон Рэй, я так понимаю, она какая-то супер-супер известная тиктокерша, я ни разу не видела ее на тиктоке, я ни разу не видела ее аккаунт, но я знаю, что в Sephora есть ее косметика, она известная тиктокерша. И также я покажу вам, что мне прислал Influenster, я была немножко удивлена, что они прислали мне так быстро. В общем, это была рассылка от Influenster и Benefit, они прислали мне попробовать новый консилер от Benefit. Консилер называется Benefit Boeing, это их обновленная версия этого консилера, и мне прислали оттенок под названием номер 1. Тут написано номер 1 и больше я не вижу, а я напишу внизу, если я пойму вообще, что это, правильно ли оттенок это или нет. Но, в общем, консилер я попробовала и не могу сказать, что он прям мой самый-самый любимый, типа он хороший, но каждый раз я использую этот консилер, я вижу, что у меня жутко подчеркнуты морщинки вот под глазами, и, ну, это прям всегда меня очень печалит, и мне приходится иногда даже переделывать макияж, потому что, ну, куда-куда так, аппликатор выглядит вот таким образом, он на самом деле такой же по формату, как и аппликатор у консилера от KVD Beauty, который я также покупала, и я думаю, что мне даже все-таки понравилось, наверное, KVD Beauty чуть больше, но этот прикольный консилер, мне кажется, он больше подойдет именно для того, чтобы перекрывать прыщики на лице, а не под глазами его использовать. Далее, давайте я открою посылку из Sephora. Первое самое главное, что я заказала в этот раз из Sephora, это солнцезащитный крем от Glow Recipe, я обожаю линейку Glow Recipe с арбузом, у меня в одно время было все из этой линейки, и когда я увидела, что Glow Recipe вышли с тем кремом, я сразу поняла, что это то, что мне 100% понравится, и к тому же я видела много рекламы на ТикТоке, и вот меня это тоже подкупило, я такая, ну все, нужно заказывать. Прикол этого солнцезащитного крема в том, что в нем есть как химический, так и физический эспект. Упаковка очень милая и розовая, розового цвета прикольно, и самое главное, естественно, это то, что здесь SPF 50. Давайте посмотрим. Я слышала, что у этого крема какой-то невероятно просто сильный запах. Не могу сказать, что он прям слишком пахнет, но я бы сказала, что обычные продукты из линейки Glow Recipe, они гораздо более ароматные, чем этот солнцезащитный крем. Видите, когда вы его размазываете, виден этот белый след от крема, очень надеюсь, что на лице этого не будет видно, потому что, ну он прям как бы, да, белесый. Мне нравится крем от, я уже говорила, Био, он белесый, но он гелевый, и получается, когда выносите его на лицо, вообще ничего не видно, но иногда, иногда, не всегда, но он может не очень хорошо смотреться под слоями макияжа. Попробуем, но пока что, знаете, он пахнет как какой-то детский крем, не могу сказать, что он пахнет, как все продукты из этой линейки, и это мне нравится, хорошо. И последнее, что я заказала, я не могла пройти мимо этого, честно, это новый румяна от Патрика Та, и я взяла оттенок, который называется She is Blushing. Если вы помните, я делала обзор на палетку от Патрика Та. Все оттенки из той палетки, они невероятно яркие. Многим так и показалось, не только мне. Когда я поняла, что это новый оттенок, кроме которого нет в этой палетке, я поняла, что я точно хочу попробовать этот оттенок. Такая же упаковка, как и у любых других упаковок Патрика Та. Она очень быстро заляпывается, но сама упаковка выглядит вот таким образом тоже, как обычно все. Ну-ка, давайте посмотрим на оттенок. Когда я посмотрела на них в первый раз, мне показалось, что они слишком темные. Симпатичный оттенок, чтобы вы понимали, да? Сейчас я сделаю вам сводч. Сама палетка, она выглядит, ну, очень-очень ярко. Вот этот оттенок мне понравился больше всего, потому что он не такой, как неоновый, слишком яркий-яркий. И оттенок She's Blushing новый, он похож на вот этот оттенок, который называется у нас She's Baked, но он, конечно, более носибельный, так мне кажется, чем вот этот вот оттенок. Очень мягкая формула у этих румяна, это сразу чувствуется. Вау. Мне кажется, мне нравится оттенок этих румян. Даже не знаю эти румяна, они выглядят, наверное, более темными, но когда ты их сводчишь, виден какой-то такой царакотовый оттенок у них. Не знаю, видно ли вам или нет, но прикольно. Я попробую определенные их в одном из видео, или скажу вам вообще, как они понравились мне или нет. Уже будет полноценное мое мнение. И, кстати, я забыла про пробники, но я взяла пробники Tush от Rare Beauty, кстати, да, я слышала много хороших отзывов о новой Tush от Rare Beauty, и также взяла пробник сыворотка от Bioscience, улажняющая. Давайте перейдем теперь, наконец-то, к Ipsy Glam Bag X в коллаборации с Edison Ray. Перед тем, как я села снимать видео, я решила посмотреть его онлайн вообще, какова цена этого бокса, потому что они постоянно-постоянно повышают цену. Чтобы вы понимали, недавно, в прошлом году, Beauty Box Glam Bag Plus, который я получаю каждый месяц, он стоил, может быть, там 25-24 доллара, сейчас он стоит 28 долларов. И этот бокс, который выходит раз в три месяца, сейчас стоит около 44 долларов. Цены постоянно везде повышаются, но лично для меня я не против заплатить там 50 долларов, лишь бы было много хороших продуктов и брендов, которые я знаю, потому что обычно Glam Bag Plus, те Beauty Box, которые я получаю помесячно, там, как правило, есть бренды, которые не знаешь, а здесь у вас гарантированно есть бренды, которые вы знаете, и это типа люксовые бренды, и получается, таким образом, ты всегда отбиваешь цену, которую ты заплатила. И вот таким образом выглядит наш бокс, давайте нырнем в него. Еще забыла сказать, этот бокс нам обещает 7-8 полноразменных продуктов, и каждый Beauty Box X от Ipsy, он курируется непосредственно самим Celebrity. И первое, что мы находим, это вот такая газета, здесь написано, нарисовано все то, что мы можем или должны получить, написано все о продуктах, в общем, интересная брошюрка. По-моему, это сама Edison Ray, да, прикольно. И первое, что мы получили, это Volumizer от Wow Color Wow. На упаковке написано, что формула этого продукта не кремовая, не гелевая. В этом продукте не свяжется воска, полимеров, спирта. Мое понимание, это должна быть какая-то пенка. Ну-ка, давайте протестируем это. Да, я угадала, это пенка. Которая исчезает через буквально какие-то секунды, впитывается. Мне нравится аромат. Приятный сладковатый аромат. Получается, это самый большой размер этого продукта. И я думаю, что только продукт, он может стоить достаточно хороших денег в Сифоре. Круто! Мне кажется, мы начали очень и очень даже хорошо. Далее, следующее, что мы получили, это маска от KISS Solcare. Я точно помню, что я получала рассылку также от Influenster. И я попробовала как раз-таки скраб для лица и также крем для лица с этинолом от этого бренда. И, в принципе, мне понравился этот бренд. И это бренд Олея Шейкист, он продается в Алте. Мы получили маску для лица. По-моему, я сама выбрала этот продукт. И эта маска с медом Manuka и также углем. Интересненько. Надо сказать, что каждый раз, когда я прихожу в Алту, я прохожу мимо стенда с этим брендом KISS. Я всегда как-то заинтригована. Мне хочется что-то посмотреть, что-то пощупать, понюхать. Мне определенно нравится эстетика этого бренда. Она у них зашкаливает. Так, давайте посмотрим. Такая же упаковка, как и у крема. Все одно и то же, но она, конечно, чуть потемнее. И это стекло. Такой аромат, как будто бы в спа. Мне кажется, эта маска будет здоровски помогать моей коже. Очень надеюсь. И как раз думала о том, что было бы здорово посмотреть на какие-нибудь маски. Потому что моя маска заканчивается корейской. Вот я могу пробовать эту. Я думаю, что ее я буду использовать пару раз в неделю. Это как маска детокс. Далее. Это мой выбор был. Я сама выбрала эти патчи для лица от бренда Starface. Я много слышала об этом бренде. Я даже помню, я хотела заказать эти патчи то ли с Алты, то ли с их сайта. Потому что это очень забавный патч. Вот представьте, да, у вас возник прыщ на лице. Понятно, дело его можно скрыть с помощью макияжа, с помощью косметики. Но если вам не хочется этого делать, то вы можете просто взять этот патч, который у нас в форме, по-моему, звездочки. Такая прикольная, забавная упаковка, милая. Нанести на лицо, и это будет выглядеть супер красиво. Вот таким образом выглядят эти патчи. Мне безумно нравится дизайн и цвет. И упаковка прям очень чувствуется хорошо сделанной. Далее, что мы находим? Мы находим крем от Тула. Я всегда, когда прихожу в Алты, я вижу этот бренд Тула. Я такая, ммм, интересненько. Я ни разу не пробовала ничего от них. Но вот именно благодаря битибоксам я начинаю узнавать этот бренд больше. Этот крем называется 24 на 7 увлажнение. То есть он и для дневного ухода, и для ночного. Здорово. Я обожаю, когда крема можно использовать и днем, и ночью. Потому что иногда думаешь, блин, а у меня нет крема специально для ночного использования. Но на самом деле это не так важно, потому что самое главное, чтобы... Самое главное, мне кажется, чтобы крем ночной был более питательный. И наоборот, когда вы делаете свой утренний уход, вам хочется использовать, лично мне хочется использовать, крем, который не такой жирный. Больше как гелевый. Даже сильнее аромата у этого крема, чем у продукта для волос. Честно, у меня столько кремов уже тоже благодаря битибоксам. Я вот думаю, блин, может быть, мне стоит остановиться с битибоксами и может сделать паузу. Но сегодня я делала выбор свой для битибокса на март, и там был карандаш для бровей. Как раз у меня карандаш для бровей заканчивается, а там был карандаш для бровей от Анастасии Барроли-Хиллз. Я такая, окей, я пока оставлю битибокс от Ипси. Далее, что-то интересное. Это первый раз, когда я увидела Патмограсс у Ипси. И когда я увидела, что это блеск для губ, я поняла, что я хочу еще добавить дополнительно к этому боксу блеск от Патмограсс в другом оттенке. Я никогда не пробовала блеск от Патмограсс, это вообще сумасшествие, но я получила два блеска, потому что один я купила сама, добавила к этому боксу. Первый блеск я взяла в оттенке Love Potion, и второй блеск в оттенке Secret Lover. Этот блеск у нас в оттенке Love Potion. Такой, как нюдовый цвет. Прикольный аромат, ванилька. Можно верить, что этот блеск достаточно такой прозрачный. Именно поэтому я решила взять блеск с большим количеством пигмента в нем. И этот блеск у нас в оттенке Secret Lover. О, да, мне кажется, этот мне больше понравится блеск. Надеюсь, что не слишком темненький. Такой же аромат, естественно. Ну, как вам оттеночек, ребят? Мне кажется, что он смотрится очень даже прикольно. Учитывая, что у меня большинство помад от Pat McGrath, они такие темненькие, этот блеск, мне кажется, очень даже хорошо подойдет к этим помадам. Я думаю, что эта помада слишком... Давайте пробуем этот блеск прямо сейчас. Почему нет? Вообще нравится, как он чувствуется на губах. Определенно, не думаю, что у меня есть похожие блески с таким же легким... С такой же легкой формулой. Мне нравится. Честно, пока что мне нравится все то, что мы получаем в этом боксе. Следующее, что мы находим, это, опять же, я выбрала сама. Потому что я подумала, это как бы странно было бы не выбрать ничего от серебрячей, который курировал этот бокс. Поэтому я взяла блески от Item Beauty. Item Beauty это бренд как раз-таки Addison Frey. И они предлагали не один, а два блеска, представляете? Вот таким образом выглядит упаковка. Два оттенка. Sun и Moon. И открывается этот блеск вот таким образом. Ну, должен, по крайней мере. Та-дам! Вау! Посмотрите на этот красивый цвет. То есть там очень много блесток в этом блеске. И второй оттенок у нас называется Moon. Мне кажется, что оба эти оттенка, они супер классные и забавные. Но я думаю, что для повседневного макияжа я все-таки буду больше использовать именно оттенок Moon. Давайте посмотрим. Огромный аппликатор. Мне нравится. Такой же аромат ванильки. Вот таким образом он смотрится. Такой достаточно прозрачный блеск в сравнении с Pat McGrath. Но, мне кажется, мне должна понравиться эта формула 100%. И блеск под названием Sun. Ну-ка. Очень хочется понять, сколько вообще здесь блесток. Вау! Он реально прям такой сияющий, да. Вот этот оттенок с большим количеством блесток. Прикольно. Знаете, это очень щедро, что они положили не один, а два оттенка. И мне нравится это, если честно. Мы получили гель для бровей Анастасии Бавроли Хиллс. По-моему, они почти в каждую коробку кладут этот гель. У меня, по-моему, еще один лежит там в моей косметике. И это полный размер, что здорово. Такие гели обычно стоят в размере там в районе 20-ти с лишним долларов. По-моему, в прошлый раз я где-то получала, это был половинчатый размер, не полный. И вот так выглядит этот гель. Как раз у меня гель заканчивается для бровей. И я могу использовать этот. Круто! Следующее, что мы получили в этом боксе, это крем от MZ Skin. Крем для глаз. Этот крем содержит в себе гиалуронку и способен подсветить кожу под глазами. Я смотрела пару обзоров на этот бокс от Ипси. И вообще, оказывается, этот крем стоит там что-то 150 долларов. Что-то вроде того. Я просто такая, что серьезно? Это просто крем для глаз. Как бы, понятное дело, что никто в здравом уме бы не купил этот крем для глаз за свои деньги. Но я бы лично нет. Такой маленький размер. У этого крема и здесь у нас 14 миллилитров продукта. Давайте сейчас посмотрю, сколько же этот крем на самом деле стоит. Меня прям заинтриговала настоящая реальная цена этого крема для глаз. Этот крем стоит 149 долларов. Нормально так. Когда ты получаешь крем за 150 долларов, ну, хочется верить, что он делает реальные чудеса. Я хочу в это верить. Он пахнет какими-то травками. Обычная текстура классическая у этого крема. Он чувствуется определенно питательным. Пахнет вкусно и чувствуется, что он также делает кожу более гладкой. Кремов никогда не бывает много. Особенно, если это хорошие, дорогие бренды. И последнее, что мы получили в этом боксе от Ипси Гламбек Икс, это я сама добавила к этому боксу, когда я увидела, что это можно было добавить. Это бренд IGK. И называется этот спрей 4 в 1. Good Behavior. Я от многих блогеров слышала, что это классный продукт. Я понимаю, почему. Это 4 в 1. Спрей. То есть он, помимо того, что разглаживает волосы, идеально помогает в распутывании волос, когда вы их помыли. И впадает защитой от высоких температур, когда вы делаете стайлинг, аж до 450 градусов по Фаренгейту. Что просто, воу, серьезно. И да, это все то, что мы получили в нашем бьюти-боксе. Мне понравился этот бокс. Я понимаю, почему я не отписываюсь до сих пор от Ипси. Потому что каждый раз я открываю свой бокс. Особенно это Glam Bag X, который выходит каждые 3 месяца. Я испытываю большое удовольствие. И мне нравятся продукты, которые я получаю. Я сейчас хочу посчитать каждый товар. И сколько же в итоге мы получили выгоды из этого бьюти-бокса от Ипси. И после подсчетов выяснилось, что если бы я покупала все эти продукты сама, то я бы потратила 401 доллар. То есть наполнение этого бьюти-бокса заставило 401 доллар. Что просто невероятная цена на самом деле. И я считаю, что этот бьюти-бокс, он стоил своей цены. Это, знаете, тот бьюти-бокс, который отвечает всем моим запросам. То есть здесь что-то из ухода, что-то для волос, немножко косметики, патчи, которые бы я, наверное, сама никогда не купила. Но реально, хороший, хороший, мне кажется, получился в этот раз у них бьюти-бокс, который был курирован Эдисон Рэй. Надеюсь, что через 3 месяца, когда у них выйдет новый бьюти-бокс, в нем будет еще более интересное наполнение. И какой-нибудь более интересный персонаж, который будет все это курировать. В общем, да, ребята, надеюсь, что вам понравилось мое сегодняшнее видео. Спасибо большое за все ваши комментарии, лайки. Это все помогает в продвижении видео. И я очень надеюсь, что эти видео вам хоть немного, но поднимают настроение в данное время. Я всех вас целую, всех люблю, обнимаю. Желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения. Ваша Юля. Не прощаюсь. Всем пока.